Девушки отдыхают Регистрация кандидатов в областную думу продолжается Главное это не просто разово прийти и уйти и забыть, главное чтобы что-то развивалось дальше Дружеский матч, полицейские сыграли с лагерем круто Мне понравилось то, что мы прыгали через костер, так волнующе, думал как что и упаду Детям показали, как отмечался в старину праздник Иван Купала Прямо сейчас об этих и других новостях подробнее 9 сентября день голосования за кандидатов депутата Смоленской областной думы 6 созыва Продолжается официальная регистрация кандидатов в избирательных комиссиях Подробнее об этом событии в нашем сюжете 13 июля прошло 43 заседание Десногорской избирательной комиссии На повестке дня стоял один вопрос О регистрации кандидата депутата Смоленской областной думы 6 созыва Васенко Михаила Васильевича Выдвинутого избирательным объединением Смоленска региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» Подномандатному избирательному округу номер 15 При проведении выборов депутатов Смоленской областной думы 6 созыва Вот данный вопрос сегодня у нас постоянно рассматривается Поэтому предлагаю на основании вышеназванных документов и проверки Следующее постановление Первое. Зарегистрировать кандидатов в депутаты Смоленской областной думы 6 созыва Васенко Михаила Васильевича Выдвинутого избирательным объединением Смоленским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» Подномандатным избирательным округом номер 15 При проведении выборов депутатов Смоленской областной думы 6 созыва Дата регистрации 13 июля 2018 года Время регистрации 13 часов 7 минут Второе. Выдать зарегистрированным кандидатом в депутаты Смоленской областной думы 6 созыва Подномандатным избирательным округом номер 15 Васенко Михаила Васильевича удостоверение установленного образца Третье. Опубликовать настоящее постановление в очередном выпуске Ясногорской областной еженедельной газеты «Десна» И разместить на официальном сайте администрации Муниципального образования города Ясногор Смоленской области В информационно-фрекомансационной системе сети интернет Вот данное предлагается вам проект решения Какие будут предложения по данному проекту решения? Есть предложение принять данное решение и утвердить Кто за данное решение прошу голосовать Кто за? Кто против? Кто воздержался? Приняты ненагласно Председатель избирательной комиссии Михаил Хоботов Вручил удостоверение на выборы депутатов Смоленской областной думы 6 созыва Кандидату Михаилу Лосенко В России появится ГОСТ по пожарной безопасности, касающийся работы офисов, административных учреждений, торговых предприятий и других организаций Изначально применять национальный стандарт организации смогут на добровольной основе, однако через 2-3 года его сделают обязательным Проверки по ГОСТу будут осуществляться минимум 1 раз в месяц Отчеты экспертов будут направляться в МЧС, а также храниться в открытом национальном реестре В проекте ГОСТа указано, кто может быть ответственным за пожарную безопасность, а также какими знаниями и навыками он должен обладать Целью введения надстандарта является повышение уровня обеспечения пожарной безопасности в стране Проект Республика Баскет 67 реализуется на территории нашего региона по инициативе Смоленского регионального общественного фонда «Социальное развитие» с фонда президентских грантов Социальным партнером выступает Смоленское федеральное училище Олимпийского резерва Уже 11 муниципальных образований области приняли участие в проекте И вот он в Десногорске Подробности смотрите в нашем сюжете Соревнование открыл глава муниципального образования город Десногорск Андрей Шубин Обращаясь к участникам, он пожелал им успешного выступления и ярких побед Девиз проекта «Территория всех, победа каждого» Он направлен на привлечение интереса детей, подрастающего поколения и молодежи к здоровому образу жизни В проекте участвуют все муниципальные образования области Независимо от того, занимаются ли юные смоляне в спортивных секциях или нет Все они смогут попробовать себя на баскетбольной площадке С помощью таких мероприятий мы выбираем лучших спортсменов И уже присматриваемся, кто бы мог пойти в детско-юношескую спортивную школу Затем в детско-юношескую спортивную школу Олимпийского резерва И уже потом к нам в училище Олимпийского резерва Поэтому, преследуя эти мероприятия, мы говорим о развитии профессионального спорта в нашем регионе Главное, чтобы что-то развивалось дальше, чтобы был какой-то результат В нашем городе при поддержке Смоленской атомной электростанции баскетбол развивается усиленными темпами У нас созданы все условия для занятия этим видом спорта Построены новые современные площадки, уникальные, единственные в Смоленской области Оборудованы по последнему слову спортивные залы Город Десногорск стал центром развития баскетбола Смоленской области За что мы очень благодарны и руководству атомной станции, муниципальному образованию И, конечно, Федерации Смоленской области баскетбола в лице ее президентов имена Сергея Геннадьевича В этот раз в турнире участвовали три команды из летних оздоровительных лагерей Десногорска Игры проходили в дружеской атмосфере И, несмотря на то, что все они не профессионалы, ребята играли очень активно С сплоченными командами, нацеленными на победу, выкладываясь на все сто Не забыли и про болельщиков Для них в перерывах между играми были организованы конкурсы В которых каждый мог попытать свою удачу и получить приз – баскетбольный мяч В результате упорной борьбы третье место заняла команда Дома детского творчества Второе и первое места достались ребятам первой школы Все участники соревнований получили в подарок от организаторов спортивную форму, в которой они играли А также грамоты, кубки, медали и командные призы С 2019 года для самозанятых ведут единый платеж с выручки, куда войдут налог и страховые взносы Перечисления будут производиться в Фонд обязательного медицинского страхования Минфин ориентируется на работников, которые зарабатывают более 800 тысяч рублей ежемесячно При условии работы 12 месяцев в году без отпуска Сбор составит 3% при оказании услуг физическому лицу и 6% юридическому Предполагается, что с профессионального дохода физлиц, которые не имеют наемных работников Будет взиматься автоматизированный сбор с помощью мобильного приложения Для потребителей услуг самозанятых готовится госпрограмма лояльности, которая предполагает несколько вариантов Налоговый вычет или баллы, которые можно будет реализовать для погашения обязательств Гражданам придется требовать у самозанятых чеки за оказание услуг Пилотный проект по применению налогового режима пройдет в отдельных регионах в течение 5 лет Школьный оздоровительный лагерь «Круто» славится своими традициями С каждым годом они приумножаются и остаются в лагере надолго Мы расскажем вам, каким интересным событием пополнили список необычных традиций в этом году В школьном лагере «Круто» каждый год открывают новые таланты В прошлом году воспитанники придумали проект наставничества И второй год на футбольном поле ребята встречаются с командой Десногорского отдела внутренних дел Дети и спорт – это две вещи, которые должны быть совместимы И девиз нашего проекта наставничества – личным примером за здоровый образ жизни Что может быть лучше личного примера – показать детям, как это хорошо, без вредных привычек И, конечно же, футбол, но тема футбола – это уже тема, от которой невозможно обойтись Мы, наверное, готовим смену Олимпийского резерва 12 июля команды вновь встретились на стадионе «Атомтранс» Все было, как в настоящем футболе – команды, судьи, трибуны, заполненные болельщиками И девочки из группы поддержки Взрослые соперники по достоинству оценили команду юных футболистов Молодые, у них все впереди У нас это, может сказать, последние, как говорится, игры А им еще жить и жить, и приводить наш город, вести вперед В прошлом году в команде «Круто» было всего 8 игроков В этот раз на поле вышли 15 Спортсмены и болельщики по достоинству оценивали опыт старших Но и сами не пасовали перед соперником Голы летели в ворота с обоих сторон Напряжение у болельщиков было, как на большом поле Мы не раз играли уже со взрослыми игроками, с мужчинами Мы играли как с судьей, так и просто по любительскому футболу То есть я не вижу в этом ничего такого В футболе нет равных Команда достойна и хорошо играют все игроки Все выделяются Я считаю, что с такими соперниками играют вполне достойно для своего возраста Ну и тем более, если ты хочешь научиться хорошо играть Нужно играть с тем, кто играет лучше тебя Тогда ты хоть чему-то научишься В прошлом году юные крутышки уступили взрослым в сухую 5-0 В этом матче они показали совсем другую игру И уступили стражам правопорядка всего одно очко Встреча закончилась со счетом 3-2 В Белоруссии при проведении ремонтных работ на железнодорожном мосту Специалисты обнаружили закладку из двух десятков килограммов тротила Взрывчатка была найдена на мосту через реку Адров Витебской области Данный мост 70 лет считался надежным и по нему ездил автотранспорт Саперы извлекли из насыпи 54 тротиловые шашки времен Великой Отечественной войны Каждая из которых весила 400 граммов Общий вес заряда составлял более 21 килограмма После извлечения взрывчатки саперно-перетехническая группа уничтожила ее в безопасном месте День Ивана Купала – это древний славянский праздник День летнего солнцеворота, когда весеннее солнце Ярила сменяется рождением летнего солнца Купала Но Руси его праздновали в ночь 6 на 7 июля Сотрудники историко-краеведческого музея Десногорска решили познакомить ребят Из летнего оздоровительного лагеря школы номер 3 «Улыбка» с традициями наших предков Подробности далее По древнему поверью праздник Ивана Купала олицетворяет рассвет сил природы Он заполнен обрядами, связанными с водой, огнем и травами Считалось, что в эту волшебную ночь оживала природа И даже деревья переходили с места на место и шептались С магической силой просыпалась также и вся нечисть Лешие, русалки, водяной, черти и прочее Существовало множество поверьей и легенд на этот счет Ребята с большим интересом слушали рассказы сотрудников музея Такие мероприятия мы проводим круглый год И, конечно, они сезонные Стараемся делать это под праздники Под определенные праздники Это не только языческие праздники Это и наши христианские праздники И, конечно, новые праздники Это Петр и Феврония Чтобы дети знали не только Какую-то там Молодежную среду Но и знали действительно нашу с вами Российскую историю и культуру В этот праздник на Руси разжигались костры И вокруг них водились хороводы Детворе раздали ленточки, где они записали свои желания А затем повязали их на березку Наши предки на день Ивана Купала гадали Колдовали, обращались к силам природы А также к духам стихий огня и воды Девчонки тоже не упустили такую возможность На лепестках ромашки и воде Они определяли имя суженого Приговаривая заговор Ребята прошли обряд омовения колодезной водой Травы, собранные в купальную ночь Обретали магические свойства Поэтому по старинному русскому обряду Ребята искали и собирали подорожник Мальчики собирали ветки и вязали веники А девочки плели венки из полевых цветов А затем надевали их мальчишкам Тем самым выбирая себе пару Потом взявшись за руки и загадав желание Наверняка самое заветное Прыгали через костер Понравилось плести венок Прыгать через костер Я сегодня загадала желание Оно обязательно должно сбыться Мне очень понравилось Я узнала для себя что-то новое Хорошие конкурсы были Очень весело Мне понравилось то, что мы прыгали через костер Так волнующе Думала, что я упаду Мне понравилось, когда Мы ходили Искать подорожники И больше мне понравилось, что мы прыгали через костер Еще мне понравилось, когда мы кораблики запускали Еще мне понравилось, когда мы желание загадывали А какое желание ты загадал? Чтобы мои родители никогда не ссорились Мне больше всего понравилось прыгать через костер Это самое такое было Ну и желание загадал тоже, когда прыгнул через костер В завершении мероприятия ребята провели самый сокровенный обряд Изготовили огневицу и пустили ее на воду вместе с венками Огневица – это символ света, добра, защиты и покровительства Наши предки верили, что запустив ее по воде Можно избавиться от болезней, неудач и проблем На сегодня это все новости Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале Но и на сайте desnadefistv.ru С вами был Виталий Волков Увидимся Редактор субтитров А.Семкин